Субтитры создавал DimaTorzok Канабиса и средства на основе канабиса Марк Стинберг, который сейчас нам расскажет о медикализации этого растения в наше время Ну, как я уже сказал, многие страны занимаются этим и занимались этим Лидирующими в этой области оказались Соединенные Штаты, Канада и Израиль сейчас Как бы на определенном этапе поняли врачи, фармацевты и все, кто связаны с лечением Что можно пользоваться совершенно удивительными медицинскими свойствами марихуаны При лечении самого различного спектра заболеваний Начиная от болевых синдромов, посттравматических синдромов, различных состояний боли Раковых заболеваний, не дай бог И самое главное, оказалось, что можно лечить эпилепсию у детей Практические лекарства для лечения эпилепсии, которые бы давали хороший результат, очень мало А или они имеют побочные действия, совершенно как бы несравнимые с их терапевтическим эффектом И вдруг оказалось, что вот это CBD, о котором мы говорили, каннабидиолы Оказалось, что высокие концентрации помогают детям, страдающим эпилепсией и находящимся в спектре аутизма Что вообще само по себе уникально То есть масла на основе медицинского каннабиса, содержащие большие количества CBD Оказались потрясающим, совершенно удивительным средством для лечения вот этих проблем у детей И начав с этого, тогда уже, когда увидели, что CBD воздействует таким образом на детский организм Помогает таким образом, тогда уже начали исследовать действия THC, каким образом кому давать И вот эта медикализация, которая произошла, это подход к медицинской марихуане как к медицинскому продукту, как к лекарству То есть, вот новая эра каннабиса началась тогда, когда поняли, что каннабис можно использовать не только для рекреационных, так сказать Для того, чтобы человек покурил и забылся Оказалось, что можно использовать каннабис в качестве лечебного препарата И вот началась медикализация каннабиса Это процесс очень сложный, это процесс очень долгий Потому что надо было ставить такие законы, которые бы позволили вывести каннабис из списка наркотических То есть, не вывести, а облегчить пользование каннабиса Он и сейчас находится в списке наркотических препаратов Но облегчить создание продуктов на основе каннабиса, которые бы были пригодны к пользованию человеком Возвращались к результату тому же самому при пользовании ими И самое главное, что эти были бы продукты, которые можно было бы приобрести человеку по рецепту врача в аптеке То есть, вот это новая жизнь каннабиса, которая произошла Кстати, на сегодняшний день, в общем-то, есть страны, в которых можно совершенно спокойно без рецепта врача приобрести Да, это так называемая, да И весь Европейский Союз, все страны Европейского Союза относятся к этой группе стран Где можно зайти в аптеку и приобрести CBD как пищевую добавку Ну, я могу вам даже, знаете, показать, вот есть такой пример Есть компания My Daily Choice, называется она Это американская компания, которая, в общем-то, очень преуспела в этой области И они сумели создать препараты на основе CBD, масла CBD в высоких концентрациях Которые практически можно приобрести в тех странах В Израиле пока что нельзя из-за законодательства В настоящей ситуации законодательство говорит о том, что CBD еще находится в списке наркотических Мы еще не преодолели вот это вот сопротивление Даже не в этом дело Сейчас процесс сам, процесс выхода CBD, вывода его из наркотических списка наркотиков Список пищевых добавок, списка разрешенных препаратов Он начался И я думаю, что его не остановить Это произойдет И вот на примере этой компании я могу сказать, что они очень успешно решили этот вопрос Очень успешно И продают его во многих странах Я знаю, что в Израиле пока нет, но я думаю, что в скором Специалисты больниц и Ихилов проверяют возможность не лечить коронавирус, да А влиять на развитие коронавируса в теле пациента при помощи лечебной марихуаны При помощи медицинской марихуаны, каннабиноидов или что-то такое Мол, это понижает воспаление и это может помочь Есть какие-то результаты вот этих вот исследований? Оно не понижает воспаление То, что оно делает, вирус короны Он присоединяется к рецепторам, которые называются AC2 Каннабиоид тоже присоединяется к этим же рецепторам То есть в тот момент, что человек получает это вещество Оно блокирует эти рецепторы и вирус не может к нему присоединиться То есть это уже результат, к которому пришли исследователи Соответственно, и это лечение тоже будет какой-то, я не знаю, в какой-то период На данный момент на стадии мы до сих пор пробуем Его смотрят, есть положительная динамика или отрицательная Но в теории это должно работать именно так Ольга, ты являешься детским врачом по образованию У тебя есть более поздние специализации Да, это семейная медицина, врач-терапевт Терапевтом, семейным врачом Ты одновременно опытный, с большим опытом врач-гомеопат И вот ты сейчас живешь в стране, где мы на каждом шагу, чуть ли не каждый день Слышим слово каннабис Мы уже знаем, что каннабис в наших странах, откуда мы приехали Назывался конопля Конопля, да Мы знаем, что в других странах он называется марихуана Но мы знаем, что наши земские врачи использовали масло конопли Для того, чтобы снимать определенные проблемы И болевой синдром, и эпилептические припадки В Израиле очень давно провели, как и в Америке, и в других странах Было очень интересно понять действия препаратов каннабиса Что является И определили, что есть лишь незначительная часть Там очень много содержится составляющих Я не хочу уходить в эту глубину Но лишь небольшой, определенный элемент каннабиса Является опьяняющим Наркотическим И если вы убираете это, то все остальное можно использовать для того, чтобы убирать Например, есть сложная система болевых приступов у наших пациентов Особенно страдающих с сахарным диабетом Это фибромиалгия В том числе В том числе, да При которой получены хорошие результаты при применении каннабиса Медицинского каннабиса, я хочу сказать Это после раковые, после операционные больные После операционные больные Это очень много людей У которых есть проблемы Совершенно верно Я знаю, что есть очень много наблюдений использования этого препарата в психиатрии Потому что раньше использовали для лечения острых приступов И шизофрении, и эпилепсии Поэтому, конечно, самое главное, что принцип, по которому готовятся эти препараты Это такой миопатический принцип Это высокие разведения, которые используются в лекарственных спреях Есть сейчас такое направление Постлингвальное применение препаратов Вот, кстати, несколько концернов американских Несколько фирм, которые используют это качество каннабиса И готовят на его основе спрей-препараты Которые распределены, допустим, для лечения бессонниц Для контроля цикадного ритма у пациентов пожилого возраста Когда они страдают бессонницами Это же лучше прыснуть, допустим, в рот Сделать несколько подъезжек И получить быстрый эффект Потому что здесь очень активная область кровоснабжения Которая быстро всасывается Мы знаем, что некоторые препараты, которые употребляются при глотании Попадании в кишечник Они инактивируются И лишь незначительная часть их разбутает Поэтому это очень интересное направление Оно очень активно сейчас разрабатывается и внедряется Я знаю, что в Израиле это используется очень активно Как я думаю... Не только как наркотическое вещество Нет, не только, как лечебное Когда мы говорим о том, что пожилые люди не могут уснуть Здесь работает не наркотик, здесь работает успокаивающий эффект этого препарата Когда он снимает тревожность Помогает уснуть Получить здоровый сон Это большое дело для пожилого человека У которого возникает такая старческая депрессия Зачем старческая депрессия? Я слышу, что в женских консультациях рекомендуют женщинам, у которых переходной период сегодня использовать эти гомеопатические средства на основе переработанного каннабиса Ну не только, но и включается, конечно, это Вообще, видите, природа наша богата Поэтому такое количество сейчас новых компонентов, которые внедряются в понятие биологическая медицина И в том числе и каннабис То есть вернулись к каннабису Видите, мы часто говорим, что все новое, хорошо забытое, старое Это точно, да Просто не было такой научной основы применения И вы знаете, что наркотические составляющие в нашей жизни внесли очень много отрицательного Поэтому, конечно, это вопрос такой Следует побаиваться, следует с осторожностью их применять Я считаю, что, прежде всего, врач, который стоит на охране здоровья Конечно, врач, который должен принимать решение вместе с пациентом, нужно ему назначать это лечение или нет Но то, что оно используется и активно исследовалось многие годы и стало применяться в Израиле Я считаю, что это хорошее направление Не только в Израиле, во всем мире Во всем мире В Америке, в Англии, во Франции, в Германии Это очень распространено В русскоязычных странах тоже Ну, в меньшей степени Я знаю, что на сегодняшний день есть фирмы И израильские, и американские фирмы Которые впереди планеты все Есть японские фирмы Японские По изготовлению препаратов на основе этого растения Да, вот ты напомнил, есть такая My Daily Choice фирма, которая непосредственно вывела на рынок несколько таких спрей-препаратов Которые содержат небольшие такие добавки синтезированные Которые используются и для контроля конгетивных связей, для улучшения памяти возрастных людей Для контроля давления, для контроля циркоидного ритма, то есть засыпания и так далее Для обезболивания при таких синдромах, хронических, фибромиологических болях Это очень интересное направление И я считаю, что во всем должен быть такой умеренный оптимизм То есть понимание То есть надо понимать И, конечно же, в очень тесной связи работать с учеными, которые могут помогать, понимать, как будут работать препараты И какие последствия мы можем ожидать Самое главное – предупредить отрицательные последствия Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!